Здравствуйте, мы находимся в таком оригинальном месте, довольно курьезном, за нами пушка, какой-то пруд, и, собственно, вот это место выбрано нами не случайно, а для такой темы, как разговор о Бахтине, собственно, если можно, то как посильно откомментировать выбор этой локации для разговора о Бахтине, с чем это связано? Да, вообще Михаил Михайлович Бахтин – фигура знаковая не только для российской мысли, но и, как теперь сложилось, и для мировой мысли, и вошел он в эту мысль и культуру довольно карнавальным способом. Бахтин переодет разными философскими традициями по-разному, и часто бывает так, что перевернут с ног на голову. Но раз мы говорим о вхождении, то давайте остановимся на самом моменте вхождения, когда он входит в эту самую мировую культуру, через что он входит, и, собственно, что является ресурсом, позволяющим Бахтину занять одному из немногих русских философов или мыслителей, как угодно мы можем определить, но занять такое редкое для отечественной мысли место. Да, Бахтин, родившийся в 1895 году, как он говорит сам, получил образование филолога-классика. При этом, конечно, он был подкован и в философии, он говорит о том, что главным для него в молодости объектом изучения философской мысли являлось неокантианство, Марбухская школа, Коген, Натарп. И этот Бахтин, Бахтин-философ, Бахтин, философствующий по большинству, он не был известен, собственно, до 80-х годов. Бахтин вошел в мировую культуру и, собственно, стал известен только в Советском Союзе. Это случилось, когда он опубликовал свою книгу «Проблемы поэтики» Достоевского, которая является переизданием и, собственно, уже значительно переработанной книгой... Второй редакции. Второй редакции книги «Проблемы творчества» Достоевского. Эта книга, которая перевелась во Франции, наделала шума, она увлекла таких известных французских мыслителей, как Юлия Кристио и Цветан Тодоров и присвоила ему славу на Западе. То есть это вхождение такое через Болгарию, вхождение во Францию как мировую республику словесности, ну а поскольку Франция это мировая республика словесности, то далее по миру. Но все-таки проблема поэтики Достоевского. Понятно, что этот текст связан с Достоевским. Достоевский фигура очень привлекательная для самых разных позиций, для самой разной тематизации. Но все-таки что в тексте Бахтина оказалось, по крайней мере, первоначально цепляющим? Потому что у Бахтина есть несколько тем. Вот если можешь сосредоточиться на том, что здесь стало наиболее привлекающим вниманием. Что, даже уточню свой вопрос, что стало наиболее цепляющим? А поскольку цепляющее это всегда нечто парадоксальное, неожиданное, нечто, к чему мы одновременно и готовы, и не готовы, то вот где Бахтин оказался таким ударяющим в тематику времени, либо, наоборот, идущим против привычного. Да, как ни странно, Бахтин оказался ожиданным и ожидаемым во Франции для той самой структуралистской и переходящей к постструктурализму Франции. И был прочитан именно в этом духе. Кристева находит в Бахтине своего, и она видит в нем какую-то предтечу. При этом, опять же, карнавальная ситуация, работы Бахтина с 20-го по 30-е годы направлены ровно против того, что называется структурализмом. То есть, если угодно, он тот, если я правильно понимаю, он тот ожидаемый мертвый классик. Тот, кто позволяет легитимировать нашу собственную позицию, и, следовательно, в нем мы ищем свое. Он тот патрон, который нам необходим, и при этом желательно, естественно, патрону быть мертвым, чтобы он не мог откорректировать уже нашу позицию, наше говорение. Да, не быв мертвым, Бахтин так или иначе не мог откорректировать их позиции. Я бы сказал, Бахтин – это чудо, которое появилось в 60-е годы. Но в чем здесь именно вот эта чудесность позиции? Те идеи, которые Бахтин находит в Достоевском или у Достоевского, явились созвучными эпохи 60-х годов, эти идеи, полифония, диалогизм могут пониматься по-разному. И вот их поняли так, как призыв к полиралистичности, к тому, что называется децентрации, децентрации, например, объективной трактовки. У Бахтина есть знаменитое выражение – у каждого смысла будет свой праздник возрождения. Освобождение от авторской суперпозиции. Да, любили Бахтина трактовать именно как идеолога смерти автора. Но это мы говорим о 60-х годах. Можем ли мы сказать, что сейчас Бахтин, по большому счету, это классик уже в другом смысле. Такая большая фигура, которую мы все уважаем, но уже, собственно говоря, не особенно читаем, которую мы почитаем заочно, как отца-основателя, но который очень далек от наших сегодняшних тем и разговоров. Или все-таки Бахтин остается именно читаемым, перечитываемым автором, участником наших современных дискуссий? Не поздние переработки, а сам бахтинский текст. Он остается здесь живым участником диалога? Тут есть два момента. Первый момент – это сам стиль Бахтина, его философский язык и способ создания концептов. Они предельно широки, открытые, и тут автор во многом убивает себя. То есть вписывается в них все, что угодно, и те схемы, мысли, которые Бахтин разработал, подходят и под гендерную теорию, и под различные политические течения, и, конечно же, под литературоведение. Другое дело – это попытка найти исторического Бахтина, найти того Бахтина, который мыслил серьезно, и, собственно, аутентичного Бахтина, найти Бахтина автора. С этой задачей справиться во многом помогает издание, сочинение Бахтина, «Метомник», в котором уже есть и выверенные из того, что осталось ранней работы Бахтина, Бахтина мыслителя, Бахтина философа. Бахтина в разговоре с Сергеем Георгиевичем Бочаровым сетовал на то, осматривая свой жизненный путь, что, как он говорил, я недофилософствовал, не дало время такой возможности. Но если работа идет, то что нам дает обращение именно к аутентичному Бахтину? Зачем нам нужен сам поиск аутентичного Бахтина? И более того, что такое аутентичный Бахтин? Это ведь всегда Бахтин во времени. Бахтин в движении, можно сказать, в большом и в личном, биографическом. Собственно, что дает нам подобная погоня за аутентичностью не в плане историческом, там понятно, а в плане, собственно, философском? Да, опять же, что нужно сказать. Бахтин ранний, такую позицию разделяют многие исследователи Бахтина, Гагатешвили, Махлин. У Людмилы Гагатешвили есть статья, называющаяся «Варианты и инварианты Бахтина». Вот говорят, что ранний Бахтин – это та матрица, это та рамка, из которой потом можно просматривать все его творчество и таким образом не ошибиться в интерпретации Бахтина. Именно язык, который создал Бахтин, проблематика, которая была заложена в ранних работах «К философии и поступка, искусство и ответственность» – ранняя статья 19-го года. И автора-героя, еще одна эстетическая статья – «Форма материала содержания в художественно-словесном творчестве» – это то, через что мы можем найти истинный голос Бахтина. Хорошо, но тогда... Чем он будет интересен нам тот аутентичный Бахтин, кроме как в плане историко-философском. Виталий Львович Махлин, центральная фигура в русском, а может быть и в всем Бахтиноведении, говорит о том, что в 20-х годах 20-го века произошло фундаментальные изменения в гуманитарном знании. Он называет это сменой парадигмы. Он говорит о том, что в разных странах Европы, Германии, Швейцарии, Россия, в разных религиозных конфессиях и философских традициях происходит вот эта смена парадигмы, которая пытается, как говорит Гадамер, перейти от мира науки к миру жизни. И вот тут Бахтин очень значим для нас. Это, возможно, последняя возможность войти вот в эту измененную парадигму для русской мысли. И если ценность Бахтина столь велика, то, возвращаясь назад, прозвучало такое понятие, как концепты Бахтина. И раз здесь зазвучал де лёс, раз мы вышли уже за пределы понятийной сферы, поскольку концепт это уже не понятие, а скорее образ, скорее некая возможность, то можно именно поименовать вот эти самые концепты Бахтина. Не концептуальную рамку уже, а вот Бахтина, который за пределами как-либо жестко очерченного дисциплинарного пространства. Бахтин как создатель концептов. Ранние концепты Бахтина – это ответственность, это моя единственная единственность и центральный для раннего творчества, который можно высмотреть, и в последующем – это событийность, события бытия. Это события бытия, как концепт предполагает, и ту самую плюралистичность, и историзм, и так далее. Далее мы можем говорить о термине «жанр», который Бахтин толкует совсем иначе, чем это было принято, и таким образом он пересматривает историю романа. Тут же в литературоведческой проблематике имеется понятие «хронотоп». Хронотоп, который в последующем творчестве Бахтина толкуется максимально расширительно, является такой историко-онтологической возможностью вхождения в мир культуры и нахождения в этом мире культуры. Последующие концепты, связанные с работами о Достоевском и о Рабле, это диалог, который прописан уже значительно, идея металингвистики, как вот той дисциплины, которая будет изучать слово не только в лингвистическом его понимании, но и в культурном и даже онтологическом его понимании. И, конечно, идея карнавала, которая является одной из меха, которая является центральными для книжки Рабле. А насколько вот... Да, получается, что мы районируем Бахтина в нескольких как раз временах. Мы говорим о раннем Бахтине, причем у раннего Бахтина достаточно скоро созревают основные его замыслы, которые будут развиваться в дальнейшем. Потом, если угодно, это такой классический Бахтин, поскольку он завершает работу о Достоевском одновременно с тем, как начинает работу на Рабле. И затем, после Рабле, после второй редакции Достоевского есть феномен позднего Бахтина. Вот насколько можно говорить о позднем Бахтине как сохраняющем верность предшествующим концепциям, уже концепциям в данном случае, и в какой степени можно говорить о Бахтине как ревизирующем, пересматривающем, идущем против течения интерпретации своих собственных работ, своих собственных концепций. В какой степени он противоборствует внешнему пониманию, в какой степени он находится в диалоге с самим собой предшествующим. Как бы тут у нас два разговора получается. Да-да, если мы посмотрим на поздние записи Бахтина, а публикации, собственно, почти и нет, то это именно тот самый диалог с собой и при этом чаще незначительная ревизия, потому что диалог с самим собой, который недосказан до конца, нельзя назвать ревизией. В письме Вадиму Кожанову на вопрос, ему ли принадлежат тексты фрейдизм и марксизм и философия языка, Бахтин говорит, что это была общая концепция, которую они делали с друзьями, и которую он придерживается по сей день. Так что мы можем сказать, что Бахтин – это философ одной мысли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.